так я сейчас тут буду делать что это цветную капусту запекать буду у нас уже выросла в деревне привезли 3 качанчика сейчас немножко бланширую буквально две-три минутки и затем буду доставать вот первая у меня партия здесь еще надо помыть вторую партию сделаю сегодня 2 качанчика и вот еще один оставлю кто-то тут ползет у нас таможка капуста дальше также привезли уже кабачки прошли сейчас попросила ладушки поэтому я из одного быстренько сделала ладушки только неделю назад они были еще вот такие за неделю три штуки выросло и здесь у нас уже домашние огурчики огурчиков много мама уже закатала 10 банок с одной грядки и еще столько свежих привезла так что все будем запасаться витаминами кушать овощи самая классная пора наступила и так как я готовлю цветную капусту вообще по моему где-то рецепт у меня на канале был но я даже сама не помню снимала его нет поэтому покажу вам еще раз значит цветная капуста подойдет любая свежая замороженная какая у вас есть я свежую предварительно бланширую кипячу в кипячей воде можно воду подсолить но я в принципе сейчас не солила я люблю когда капуста вот такими вот крупными соцветиями если любите поменьше и у вас свежая то избирайте как вам нравится дальше чесночок здесь зависимости от вкуса любите побольше берите больше тоже все такое вкусовые ваше предпочтение майонез и сметана то есть я смешиваю беру больше сметаны меньше майонеза и сыр любой какой у у вас есть у меня вот это кстати адыгейский он когда подправится тоже очень и вкусный потому что обычный закончился классно сулугу не сюда добавлять или любой из твердых сыров и специи я возьму со специи опять таки свою любимую вот эту вот прикалу из фикс прайса мне она очень нравится и немножко соли так как я варила капусту в неподсоленной воде поэтому я немного присолю дальше все просто ничего сложного нет мы перчим солим нашу капусту добавляем столько специи сколько вам надо вот это классный рецепт он быстро во вторых вкусный я его даже делал когда гости приезжали все просили рецепт добавку поэтому попробуйте очень классно я вот так замораживаю домашнюю цветную капусту и потом зимой тоже с удовольствием достаю точно также готовы поправляем где у нас тут побольше поменьше смотрим чтобы более менее равномерно все лежало так соус можно еще кстати зеленушку добавить укропчик там например добавляем сметанку соуса много не бывает добавляем майонез майонеза в два раза меньше либо в три раза меньше чем сметана и теперь чеснок не буду сейчас загоняться чесночнице я возьму эту тюрку с фикс прайса мне нравится на этой стороне тереть чесночок потому что что-то моя чесночница последнее время мне разомравилась она у меня от бергов но и наверно года четыре или пять шесть уже даже если не больше ну как она меня разочаровала там ручка творилась в общем надо поменять это мне удобнее правда я не понимаю почему я делаю это правой рукой я это чтоб вам показать так меняем руку я правой делать не могу только левой раз раз натерли чесночок это это капуста любит чесночок поэтому смело добавляйте мне еще нравится делать как немного сыра соус добавить и потом еще сверху сыр потереть тоже очень классно когда у вас не только корочка сырная будет но и внутри конечно дегейский он не предназначен для этого но я что-то забыла сказать мужу чтобы он купил так все перемешиваем теперь есть наш этот соусик можно кстати еще сюда немножечко приправки перемешать и все покрываем вымазала себе кухонный комбайн открываем нашу катушку желательно конечно распределите весь и теперь натираем сыр духовку 180 градусов сейчас включу и что я делаю я до золотистой корочки на сыре то есть капуста у вас практически готова пока золотится сыром времени для приготовления этого будет достаточно и по всему вот так вот блюду распределяем кто не любит печеный сыр то здесь можете и без сыра делать можно также залить яйцо например добавить в этот соус яйцо вместо сыра и сделать яйцо тоже неплохо все распределили и отправляем в духовку до золотистой корочки и заодно сразу расскажу вам как я замораживать капусту здесь тоже все просто я беру разделяю на соцвете опять таки уже в подсоленной воде я ее бланширую две-три минутки то есть вода должна кипеть вы ее подсолили закидываете капусту разобранную на соцвете предварительно промытую все три минутки прошло достаете остужаете раскладываете по пакетам на ту порцию которая вам нужна и все и отправляйте в морозилку все просто зимой у вас отличная замороженная цветная капуста используйте куда хотите хотите запекайте хотите супы добавляйте супы пюре то есть на ваше усмотрение дальше друзья самое первое блюдо которое мы готовим когда поедаются кабачки начинается сезон кабачков это кабачковые оладушки самые вкусные самые классные быстро готовящиеся так во первых беру миску для того чтобы тесто сюда делать из кабачков и что нам понадобится непосредственно сам кабачок лук опять таки в зависимости от вашего предпочтения несколько картошин я взяла на этот раз три картошины также можно зелень добавить укропчик например соль перец и немного муки буквально 3-4 столовые ложки нам муки понадобятся для того чтобы они связывали наши кабачки я не буду натирать кабачки на терке я буду их делать в своем блендере сейчас все это порежу на кусочки закину в чашу а еще яйцо одно как связующее звено нашего теста так первую партию измельчила я измельчаю до того состояния как на драники то есть мелко я не тру на терке я все делаю кухонным комбайном так прикладываю в чашу и сейчас запустим вторую часть для mezzi когда я взбиваю тесто для оладушек я решила еще кое что приготовить и это будет бананово-малиновый соль Смузи с молоком. Малинка наша домашняя. Тоже привезли в выходные. Добавляем малинку. Запасаем все витаминами. Саша мне тоже, кстати, любит такие коктейли. Я сделаю с молоком банан. Малина, муше молоко. У меня полтора процентное. Я как-то не заморачиваюсь по этому поводу. Уберу любое. Все. Опять накрываем. Включаем. Одна минутка и вкусный, полезный коктейль у вас готов. Охлаждающийся. Сюда еще добавить мороженое холодное. Ой, что-то разогналось. Тот будет вообще супер. И наливаем. Ням-ням-ням. Итак, коктейльчик попили. Продолжаем готовить. Значит, все тесто в миску я сложила. Опять-таки, беру для меня на сегодняшний день вот эта вот мельничка. Это уже вторая. Плохо, что она, конечно, одноразовая. То есть, вы туда ничего не засыпите. Но для меня вот эта мельница, это универсальная такая штука, которая подходит для любых блюд. Будь то курица, будь то картошка или вот оладушки. Так. Синишку присолю. Яйцо у меня уже здесь есть. И добавлю муку. Ну, тоже я сыплю, в принципе, на глаз. Ой, что я уже мой глаз сегодня мне подвела. Но, в принципе, здесь такое тесто жидковатое. Как-то зеленое. Вот именно цукини, они более водянистые, что ли, чем обычные кабачки. Вот. Перемешали. В принципе, хорошая консистенция. Разогреваем сковородку. На сковородку нам нужно масло. Все-таки. Вот немного, но надо. Потому что вот эти кабачковые оладушки, они очень любят масло. И с маслом они гораздо вкуснее. Вот. Хорошенько подобьем. Чтоб у нас не было никакой нерастворившейся муки. Аромат его. Лучок пахнет. Красота. Все. Идем к сковороде. Что-нибудь не горячее. Сейчас наша сковородка нагреется. Барс там ходит, кушает. И будем с вами жарить. Вот. Так, перевернули оладушки. И посмотрите, что здесь происходит. Кому-то очень понравился смузи. Но, правда, на этот раз он на кефире. Просто малина, кефир и немножко меда. А в розетку включить слабо. Ну, давай. Пока кто-то тут смузи готовил, у меня уже готова первая партия оладушек. Какие-то они очень нежные. Если разваливают, то попробуйте добавить еще яйцо. Можно еще немножко муки. Потому что вот этот... Я из цукини не очень люблю жарить. Все-таки обычный белый кабачок намного лучше. Вот такая капусточка получилась у нас с такой корочкой. Здесь еще продолжают жариться оладушки. А здесь они жарятся и исчезают. А все почему? Потому что кто-то их там точит на заднем плане. Вот. Собственно, вот я добавила яйцо. И еще 2 столовые ложки муки. Но это именно для стукини. Все-таки на белом кабачке меньше муки нужно добавлять. Они как-то менее водянистые, что ли. Вот. Так что продолжаем. У меня уже осталось тут... Уже. Еще. Еще половинка. Осталось. Ну, надеюсь, я скоро с этим справлюсь. Хотела еще с вами поболтать на такую тему. У меня часто спрашивают, откуда брать время. На все, чтобы все успевать. Ну, скажу по своему опыту. Мне проще. Мне проще в том плане, что у меня муж работает подсменно. У него есть выходные среди недели. Также мне проще, потому что у меня один ребенок. Не два и больше. В-третьих, что мне проще? Мне проще то, что у меня есть родители, которые забирают, Саша, например, на выходные, если мы не едем в деревню. Либо сейчас, на данный момент, папа мой в отпуске. И Саша все время проводит с ним. У них там свои развлечения. Они ездят на Минское море. Они ходят в зоопарк. В общем, развлекаются им вдвоем весело. Поэтому вот это меня, конечно, выручает. Но все равно не всегда есть время на все, что хочешь. Как бы ты ни был свободен, все равно времени катастрофически не хватает. И я не исключение. У меня тоже есть некоторые дела, которые откладываются, копятся. Такое тоже бывает. Я не робот. Я не могу выполнить иногда то, что я запланировала именно на сегодня. Вот. И потом еще чего вопрос. Я по этому поводу не расстраиваюсь. Я доделываю это в следующий день, например. Ну, то есть как-то более-менее планирую, что и когда мне делать. Так. Дальше. По поводу вязания. Как найти время на свое увлечение. Ну, вот наглядный пример. Сейчас я жарю оладьи и вяжу игрушку. То есть я стою, вяжу периодически, переворачиваю оладьи, накладываю. То есть это не занимает много времени. Процесс такой, что не нужно постоянно стоять над ними, каждую секунду можно отвлечься. Я в этот момент беру крючок и вяжу. Опять-таки на ваше увлечение у вас должен гореть глаз. То есть вы должны хотеть это делать. Вы должны хотеть этим заниматься. У меня вот недавно, ну, скажем так, как это обозвать, знакомая такая заикнулась о том, что, ой, нет, мне не хватает времени. Я хочу заниматься ландшафтным дизайном, но я не могу это, у меня нет ни возможности, ни времени, но мне это нравится. На такую отмазку, скажем так, я всегда говорю, что если есть желание, ты ищешь возможности. Если желания нет, ты ищешь оправданий. Так и здесь вот. Я сижу, у меня горит на это глаз, я хочу это делать, я хочу вязать, поэтому я ищу любую минутку свободную, беру крючок, пусть я хоть одну петельку, две провяжу, но я это сделаю, я приближу, скажем так, приближу окончание вязания или, я не знаю, приближу момент рождения новой игрушки. Тем более, у нее еще все упиралось в деньги, что якобы, ну, курсы, не якобы, а курсы вот этого ландшафтного дизайна, они очень дорого стоят. Здесь я соглашусь, что да, наше время обучения стоит очень дорого. Но, девочки, 21 век, век интернета. Окей, гугл, и ты столько всего найдешь, столько полезной информации, столько обучения, что мама не горит, в общем. Поэтому вот это вот условице, тот, кто хочет ищет возможности, кто не хочет ищет оправдания, она работает на 100%. Я говорю, значит, просто на данный момент у тебя не такое сильное желание. Вот. Ну, такое тоже может быть. Вот, когда ты поймешь, что ты действительно хочешь этим заниматься, ты найдешь время. У меня был как-то период, когда я вязала по ночам, потому что, во-первых, мне нужно было отдать игрушку в срок, во-вторых, я еще участвовала в онлайнах, где также, ну, есть онлайн, где ты должен вот именно к этому числу, к этой дате, сдать фото игрушки, либо фото какой-то части, которую ты связал, иначе ты выбиваешь. Также у меня еще был мастер-класс на тестирование, поэтому в эти моменты я вязала ночью. Да, было и такое. Ну, сейчас как-то проще, я вяжу в свободное время, вот стою, жарю в олазе и вяжу. Поэтому, девочки, не расстраивайтесь, если у вас не на все хватает времени. Все мы люди, мы не роботы, не машины. Даже машины, извините, выходят из строя, а нам нужно быть здоровыми, сильными и красивыми. Поэтому планируйте свой день, чтобы успевать самое важное. Вот, как бы, вот то, что важно сегодня. Сегодня нужно вам сходить, например, к врачу, пройти медосмотр, взять какую-то справку. Значит, идите, отложите то, что менее важно, на следующий день. Не гонитесь за тем, чтобы успеть все. Многие ходят на работу, у многих семьи дети, и ни один ребенок, ни два, у некоторых и три. И нужно еще и накормить, напоить, и спать, уложить, и на работе побыть. Вот, я как-то прочитала, что арабские женщины занимаются семьями, но не работают. Европейские женщины работают, строят карьеру, но не занимаются семьей. У них на это есть домработница. И только русская женщина и работает, и занимается семьей. Вот, как бы, вот такое вот выражение, такой сарказм. Как-то я прочитала. Поэтому берегите себя, вы у себя одна. Поэтому себя нужно вести. Так, поболтала я, продолжу ее вязать, жарить оладушки, и покажу вам, что же у меня получилось. Ура-ура, мы закончили их жарить. Вот, такая гора получилась, учитывая, что кто-то уже подъел немножко. Но, наконец-то, все пожарили. Оп, чей рука? Вот так вот. Пишите, любите оладушки кабачковые? Будет интересно почитать, сколько таких любителей. И как готовите? Если есть секреты, делитесь тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!